До визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Германию осталось 10 дней, и его приезд уже вызывает много критики. Он не был в Германии почти 5 лет, и ни разу после попытки государственного переворота в Турции. Накануне, на вручении немецкой журналистской премии M100 Media Awards в Потсдаме, Денис Юджель, которому вручали там награду, заявил, что предстоящий визит Эрдогана – это предательство либерального общества Турции. Если президент Франк-Вальтер Штайнмайер собирается принять у себя преступника, преступника, который виновен как в моем случае, так и во многих других делах, связанных с похищением людей, это очередное испытание для наших ценностей. Похоже, федеральное правительство готовится еще раз предать всех тех людей в Турции, которые стремятся к свободному, демократическому и светскому обществу. Денис Юджель почти год провел в турецкой тюрьме, его обвиняли в пропаганде терроризма. Освобождение Юджеля, а он гражданин Германии, лично способствовало Ангелу Меркель. В феврале 2018 года журналисты отпустили на свободу. Высказался о визите Эрдогана и Кристиан Линднер, который также присутствовал на церемонии вручения наград. Если мы говорим о времени, которое было выбрано для визита, то оно, мягко говоря, плохое. По иронии судьбы, приглашая турецкого президента сейчас, мы, по сути, отдаем ему военные почести. Да, это рабочий визит, но эта так называемая запоздалая легитимация смены режима в Турции не заставит его переосмыслить и улучшить там ситуацию с правами человека. Но я думаю, что он будет использовать это для пропаганды. Визит Эрдогана в Германию пройдет 28 и 29 сентября. Он планирует встретиться с Ангелой Меркель, причем дважды, и с федеральным президентом Франком Вальтером Штайнмайером. Кроме этого, турецкий президент отправится в Кёльн. Там, по сообщениям прессы, Эрдоган должен торжественно открыть новую мечеть Дитип. Это Турецко-Исламский союз религиозных учреждений. В него входят почти 9 тысяч общин и 150 тысяч верующих. А в Берлине тем временем готовится акция протеста против политики Эрдогана. Курдский центр по связям с общественностью объявил о митинге в следующую пятницу. Он начнется в 16 часов на Потсдамской площади. Ожидается более 10 тысяч человек.